Данное видео я рекомендую посмотреть не только тем, у кого, не дай бог, но есть уже это заболевание, но и всем женщинам без единого исключения, чтобы знать эту тему, чтобы понимать, какие факторы приводят к онкологии, какие группы риска, как по максимуму не допустить это заболевание, что для этого нужно сделать, потому действительно это касается каждой женщины. В данном случае за основу видео я возьму слайды и работу врача-онколога Токаревой, к тому же она является еще и специалистом по гомеопатии, а также она является гомотоксикологом и фунготерапевтом, то есть специалистом по изучению и применению на практике лечебных свойств высших басдиальных грибов. На моем канале уже было много видео по грибным препаратам, по лечебным свойствам высших басдиальных грибов, по онкологии, но сегодня конкретный вид рака, максимально простым языком объясняются сложные медицинские биологические моменты и дается путь лечения и реабилитации, причем, разумеется, подход комплексный, системный, то есть применение методов, мер официальной медицины, которые совершенно адекватны и необходимы в определенных ситуациях, и меры традиционной медицины, то есть древней, старинной, в том числе старорусской. Смотрите данное видео в полном объеме, потому что информация и в самом начале, и в середине, и в самом конце будет чрезмерно важной. В данном вопросе нет мелочей. Иногда вроде бы кажущаяся мелочь может спасти жизнь человеку, потому не жалейте время, оно будет работать в данном случае только на вас. Я имею ввиду потраченное время. В процессе просмотра, а лучше в повторном просмотре, я советую некоторые слайды ставить на паузу и читать эту информацию, потому что я не буду зачитывать всю информацию со слайдов, а только некоторую, и буду давать свои комментарии по тем или иным темам, помогая вам сориентироваться в этой теме и давать вам подсказки, какие видео потом. После этого вы сможете посмотреть, чтобы получить более детальную, подробную информацию, и у вас, как говорится, все пазлы, чтобы сошлись в единую картину миропонимания. Поехали! Итак, рак молочной железы у женщин распространен весьма значительно и стоит на первом месте среди других видов онкологии. Ученые, врачи о причинах данного рака говорят, что главными факторами являются различные нарушения гормональных систем организма, связанные с дисфункцией яичников, надпочечников, щитовидной железы, гипоталамуса, хотя есть и, безусловно, иные причины общие, о которых я говорил в своих видео о онкологии, говоря о отравлении организма гнойными токсинами и трупными ядами, например, кадверином, путресцином и другими, в результате потребления высокомолекулярных белков, в первую очередь, мяса как продукта совершенно несвойственного человеку как виду, тем более в жареном, вареном виде, когда белки денатурируют полностью, происходит полная необратимая денатурация белка, как говорит нам наука биология, со всеми дальнейшими последствиями. Но об этом, если вы захотите, еще не в теме, я советую вам посмотреть мои видео под первое, ироничным таким названием, мясо надо есть, второе видео, раздельное питание. Там я обосновываю вот эти свои мысли. Идем дальше. Есть определенные связи, о которых уверяет наука, но это сейчас не столь важно. Об очень одной важной зависимости нам говорит и подсказывает сама природа. Роль женщины, ее главная роль, это деторождение. Безусловно, это ее естество от природы. Кто бы не был против этой истины, он пойдет против природы, а не против меня или кого-то иного, говорящего об этой истине. А наука утверждает, что с ростом числа родов снижается уровень пролактина в сыворотке крови, избыток которого может действовать на молочную железу как канцероген. Другими словами, чем больше детей родила и выкормила женщина, тем меньше, причем не только по этой причине, связанной с гормоном, у нее шанс заболеть раком молочной железы. Врач и биохимик Марва Горшаков-Наганян говорил и о другой причине. Из-за неадекватного, неестественного, нечеловеческого, но привычного в наши дни питания многие матери, по сути, избавляются от части гнойных токсинов и трупных ядов, а именно из полости легких, из молочных желез и находящихся в глубинных слоях тканей, вокруг грудной клетки, лимфатических узлов через высасывание молока их детьми. И чем больше детей, чем больше женщина кормит их грудью, тем яды, токсины высасывают дети, получая себе вред и определенные болезни с малого возраста, ну а матери избавляются от возможности заболеть онкологией молочных желез. Причин рак молочной железы несколько, как говорит, опять-таки, наука. И совершенно справедливо, по крайней мере, стрессовые ситуации, психически сильные травмы. Опять-таки, это сильное воздействие гормональное, в том числе, как говорится, стресс и причины многих болезней, это совершенно верно, и как усугубляющий фактор, в особенности, тоже. Среди однозначных факторов, вызывающих онкологию молочных желез, являются травмы молочной железы, особенно постоянные. Медицина утверждает, что среди кровных родственников больных женщин рак молочной железы встречается 8,5 раз чаще, чем во всей популяции. Но это не означает, что во всех этих случаях причина одна. Но причины есть здесь и в питании. Просто это питание мать транслирует на жизнь и дальнейшее питание своих дочерей. Они начинают жить так же, питаться так же, а вроде бы статистика говорит только о некоем генетическом следе. Нет, здесь определенную долю составляют образ жизни и питание. То есть повторяющийся образ жизни и питание, который приводит отчасти к этим последствиям. Это надо учитывать. Еще одна непреложная истина природы и как бы кармической связи, если хотите, здесь тоже кто верит, кто нет, но это не имеет значения. Кто не верит, значит считайте, чисто медицинская причина. В 3,5 раза среди женщин рак молочной железы выше у тех, кто сделала 3 боли абортов. То есть всем причинам есть и будут обязательно последствия. Убийство детей будет караться и при жизни, и не только этой проблемой. Имейте это в виду. Воспитывайте своих дочерей в понимании того, что ни при каких обстоятельствах убийство ребенка, который так красиво, непонятно называют словом аборт, недопустимо. И это страшнейшее преступление, но убить маленькое живое родное существо. Наказание последует и в нынешней жизни, и в будущее непременно. Но разумеется, воспалительные процессы в малом тазу безусловно имеют большое значение. Вот важные первые симптомы развития рака молочной железы. Это и изменение состояния цвета кожи, эрозии и покраснения, отеки сосков, выделение из них, изменение формы груди, неровности, втягивание сосков, комки, опухоли и другие образования на коже. Все это признаки, которые надо учитывать, и при возникновении которых обратиться обязательно к врачу на обследование. Медицина считает, что 100% гарантии на излечение больных при раке молочной железы быть не может, потому как даже на ранних этапах развития опухоли число клеток ее достигает более тысячи, а размер не превышает 0,5 мм в диаметре, нет каких-то доступных методов точной диагностики абсолютно ранней, потому часто первая стадия пропускается и уже диагностируется, как правило, со второй. Хотя, конечно, безусловно, практика, опыт говорит о том, что есть излечения долговременные, то есть когда в течение 5 и более лет не наблюдается никаких метастазов и возобновления роста раковых клеток. Тем не менее, надо понимать, что микрометастазирование очень распространено при данном типе рака. Вот почему нужно применять меры именно комплексные, а не только сугубо медицинские, потому что только они, как правило, в дальнейшем, то есть впоследствии, результата стопроцентного действительно не дают. Минуту моей рекламы. Качественные, уникальные и очень нужные всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами, а значит снимает сухость слизистой и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео, ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Кстати, уважаемые товарищи зрители, вы знаете, что такое система провила? Это уникальная древнеславянская еще разработка, ну в наши дни, конечно, с помощью техники, материалов, модернизированная, по исправлению зажимов, спазмов мышц, для исправления сколиозов и прочих проблем со скелетом, с позвоночником. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть видео, ссылку на которую я оставлю вам вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Найдете слово крупно провила и нажимаете на ссылку и посмотрите. Безусловно, своевременное выявление на ранних стадиях это самый важный пункт обследования и наблюдения для предотвращения самых негативных последствий. Я уже много лет говорил о причинах онкологии, в том числе о грибковых поражениях, о развитии доброкачественных различных опухолей, которые рано или поздно, со временем, перерождаются в раковые клетки. И медицина, разумеется, про это также говорит. Это и различные фиброзно-кистозные болезни, мастопатии и тому подобное. Причем не только речь идет про доброкачественные опухоли молочной железы, а еще про любые другие, например, кисты, миомы, полипы и тому подобное в других органах и тканях. Все в организме взаимосвязано. Сразу здесь хочу сказать, если у вас, дорогие товарищи, не дай бог, есть любого рода доброкачественные опухоли, а исследоваться периодически на них надо, особенно женщинам, хотя и мужчинам тоже, впрочем, то, если есть, непременно лечите. Есть у меня на эту тему видео. В любом случае, маркерный, тот самый курс грибной терапии, то есть фунготерапии, здесь подходит. Доброкачественные опухоли лечатся долго, до года, иногда до полутора лет. Лечить их не проще, чем раковые заболевания, но лечить их необходимо. Тем более, что у 30-40% всех женщин после 25-30 лет обнаруживается мастопатия. Вот классификация мастопатии. ФКБ по медицинским сокращениям это фиброзно-кистозная болезнь груди или фиброзно-кистозная мастопатия. На слайде подробнее, что это такое. Идем далее. Главная причина, с чего начинается фиброзно-кистозная мастопатия, а далее возможное перерождение в онкологию, это дисбаланс между двумя главными гормонами в этой связи, это эстрогеном и прогестероном. Кстати, сразу скажу, те, кто пьют пиво, и неважно, какое это пиво, алкогольное или безалкогольное, помните, что в пиве хмели, есть фитогормоны, которые сдвигают гормональный баланс в организме весьма серьезным образом и являются тоже причинами возникновения, в том числе, впоследствии онкологии. На слайдах вы можете более подробно остановиться потом и почитать. При любых узлах в груди медицина рекомендует удалять эти узлы. Я же скажу, что да, это имеет смысл, но только при правильной подготовке, при применении грибных препаратов, для того, чтобы в случае обнаружения при проколах, то есть при гистологии, если ее будут делать, раковых клеток, они не распространились по кровеносной лимфатической системе, а вернее распространившись, были бы уничтожены более активной, мобильной, сильной нашей иммунной системой, нежели чем, если не было бы такой подготовки для укрепления иммунной системы. Кстати, каким образом, если вы захотите понять, наша иммунная система мобилизуется и вообще у любого человека каждый день уничтожает раковые клетки, вот об этом подробно я рассказывал в своем видео, гриб шитаки, то есть этот механизм описывал, как это происходит, как полисахарид лентинан, находящийся в концентрированном виде в составе препарата водорастворимой формы гриб шитаки, как он активирует определенные иммунные клетки, которые, благодаря ферменту перфорину, лизируют мембраны раковых клеток, разрушая раковые клетки. То есть, посмотрите, ссылка будет в описании. Идем дальше. Итак, удаление любых доброкачественных опухолей возможно, если есть их рост, хотя вы можете пройти курсы фунготерапии, соответствующие, например, тот же маркерный курс. В конце видео я о нем расскажу. И, возможно, этого будет достаточно для того, чтобы убрать узлы, убрать различные доброкачественные опухоли из любых органов и тканей организма. В случае, если этого будет недостаточно, операция действительно нужна, но уже в этом случае, при применении трав определенных и грибных препаратов не будет. Метастазирование практически исключается, что предельно важно, как вы сами понимаете. Есть различные методы лечения, в том числе консервативные, гормональные, но я лично против этого. Вы уже будете сами решать, определять, разумеется, поскольку организм ваш, и несете вы ответственность за себя самолично, а врачей хоть и надо слушать, но решение на основе какой-то логики, аналитики, определенных знаний нужно только лично принимать. Обязательно необходимо лечить воспалительные заболевания женской половой сферы, печени, желчевыводящих путей и так далее, и тому подобное. Здесь вам помогут мои видео про различные воспалительные процессы, в которых я говорю о причинах этих воспалений, а их основных три, кроме различных инфекций, безусловно, три имеется в виду от неадекватного питания, поскольку инфекции не каждый день попадают в организм, а вот питаемся мы каждый день да по несколько раз в день, а иногда даже очень обильно. И некоторые продукты вызывают воспаление, такие как, например, высокомолекулярные белки животного происхождения, высокомолекулярные белки растительного происхождения, а именно белки лектины, самый известный из них это глютен, но не только он, их около ста. И потому определенные продукты, тем более, когда есть уже заболевания воспалительного рода, есть уже опухоли, неважно доброкачественные или злокачественные, то эти продукты в идеале и разумно исключить из рациона питания. А также, самое страшное, это сахара. Недаром у меня есть видео «Сахар и рак». Посмотрите его. Сладкое, тем, у кого есть опухоль, исключить надо, категорически, в полном объеме. Видео, которое вам поможет понять, а что же тогда есть, у меня имеется, так оно и называется, а что же тогда есть. В любом случае под видео я оставлю те видео, которые следует вам изучить для понимания данной проблемы, чтобы вы не могли запутаться, а поняли все абсолютно. Идем дальше. Вот, пожалуйста, медицина считает совершенно справедливо, что предраковые заболевания это различные доброкачественные опухоли молочной железы, включая, кстати, внутрепротоковую папилому, вообще вирус папиломатоза, это онкогенный фактор, так же, как и герпес шестого типа, и цитомегаловирус, и некоторые другие. Вот слайд, который указывает на формирование групп риска по раку молочной железы, что необходимо учитывать, а именно наличие дисгормональной гиперплазии молочной железы, первичное бесплодие, первые роды в зрелом возрасте от 26 лет и старше, раннее начало менструации и позднее наступление менопаузы, а также иные риски по мнению официальной медицины. Кстати, хочу сразу сказать, что повышенная масса тела это однозначно нарушение обмена веществ, как говорится, нарушение в балансе гормонов в организме, и это, безусловно, фактор онкогенный абсолютно точно. И еще короткий период, либо вовсе не кормление грудью детей, это тоже фактор риска. Всего медицина выделяет основных 15 пунктов, ну вот все они у вас на экране, потом посмотрите поподробнее. Вот несколько слайдов с патологическими характеристиками характеристиками рака молочной железы. Здесь я хочу подчеркнуть следующее. И это вполне очевидно, тем не менее, надо сказать, что с увеличением размеров опухоли возрастает ее агрессивность. А размер опухоли от 3 сантиметров и более резко увеличивает интенсивность различного метастазирования. Существует клиническая симптоматика и, разумеется, диагностика. Тут надо довериться врачам, методы эти известны, они унифицированы, ну, вы должны все же тоже о них знать, хотя бы бегло. Потому несколько слайдов. Очень часто встречается узловая форма, хотя, разумеется, есть не только она. Есть инфильтративная форма, которая чаще встречается у молодых женщин и часто даже в период беременности и лактации. При этом, как правило, вид молочной железы напоминает апельсиновую корку. И это происходит за счет блокады лимфатических путей железы их опухолевым инфильтратом. Бывает панцирный рак. Дело в том, что процесс онкогенеза может выходить за пределы молочной железы и уже распространяться на грудную стенку, а также на другую молочную железу. Тогда молочная железа уменьшается в размерах, подтягивается кверху, кожа под ней уплотняется, пигментируется и плохо смещается. Могут проявляться внутрикожные опухолевые узлы. Тогда происходят большие деформации и уплотнение тканей. Есть воспалительная форма рака, которая представлена маститоподобными и рожеподобными видами рака. Хоть это и редкие формы, но сейчас в последнее время участились и случаи подобного рака. Кстати, я вам хочу сказать, что и об этом многие говорят врачи, кто имел возможность наблюдать и статистику, и в памяти у себя оставил следующее, что даже в позднесоветские времена все формы рака были более редки, чем сейчас. Детские виды рака огромная редкость, а сейчас в десятки, а некоторые виды рака в сотни раз выросли по распространенности. В некоторых городах мира, например, Гонконге, во многих самых развивающихся городах, где население было в прошлом еще крестьяне, а ныне белые воротнички, более всего развиты всевозможные формы рака. И до 30% я не преувеличиваю, я говорю серьезно, каждый третий житель некоторых городов, развитых уже и активно развивающихся стран, мира имеют ту или иную форму рака. И картина эта только ухудшается, у меня даже такое видео было, что скоро будет, ну, скажем так, мягко говоря, рак еще более распространен. На то есть определенные причины. Вы потом, если захотите их понять, посмотрите вот эти все мои видео о онкологии. Главные вот эти видео, хотя бы три из них. Есть еще рак Пиджета, есть и другие, но более редкие виды рака молочной железы. Ну, а теперь диагностика. Я советую всегда вести дневник, выписывать объективные и субъективные факторы. Учтите факторы риска, учтите все, о чем я говорил и в этом видео, и скажу далее, и в тех, на которые дам ссылки. Разумеется, есть официальное медицинское клиническое обследование. Оно совершенно адекватно и необходимо, начиная от пальпации специалистам, заканчивая рентгеном и прочими исследованиями, включая анализы крови и так далее и тому подобное. Но помните, что чем меньше размер опухоли, тем труднее ее обнаружить при пальпации. О том, как правильно проводить пальпацию, здесь тоже указано вот на этом слайде. А вот статистика. Разумеется, существуют важные дополнительные методы диагностики. Это маммография, ультразвуковая эхография, цитологические исследования, которые берутся при пункции и при выделении соска, если таковые имеются. Достоверность маммографии при раке молочной железы достигает 95%. И этот метод, кстати, позволяет выявлять доклинические опухоли молочной железы, то есть практически в самом ее начале. Еще один очень важный момент, на чем я хочу заострить внимание. Наличие микрокальцинатов тоже является одним из ранних и достоверных рентгенографических признаков рака молочной железы. Имейте это в виду, запишите это себе. Как правильно поставить стадию развития рака молочной железы знают опытные, хорошие врачи. И в этом слайде вы можете также прочитать. Пару слов о гормонорецепторах, но это больше для специалистов. Идем дальше. И переходим, наконец, к очень важному пункту лечения рака молочной железы. Выбор оптимальной идеальной схемы лечения очень сложен. Он зависит от специалистов, от индивидуальных знаний и таланта врача-онколога или комиссии консилиума от учитывания всех нюансов организма, стадии проблемы, хода лечения, развития болезни, качества операций, возможности по операциям и так далее, и так далее. От десятков параметров, факторов это зависит. Схем лечения много, но а типов лечения несколько. Это хирургический метод, лучевая терапия, химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия. Часто эти методы комбинируются. Я же дам вам следующий совет в данном случае. Изучите тему самостоятельно. Выпишите вопросы, которые вас не оставляют в покое, мучают и нет ответов. Постарайтесь найти врача, который сможет все-таки по-человечески, а не только медицинским языком поговорить, и чтобы вы поняли, что действительно другого варианта, ну или нет, или он единственное разумное из всего, что возможно на данный момент. То есть решать должен, имеет право, конечно, только сам человек за себя. Но послушать специалиста и тогда уже сделать вывод, конечно, это правильно. Операции часто действительно необходимы, поскольку любым последующим методом лечения проще уничтожить, убрать оставшееся количество, уже небольшое количество раковых клеток, чем огромное. То есть то количество клеток, которые сконцентрированы в опухоли. И это же вполне разумно и логично. Люди боятся химиотерапии, но об этом чуть дальше. И опять-таки она часто действительно нужна. Нужна. А вредные воздействия химиотерапии можно убрать, нивелировать. Лечащий врач или консилиум принимает план лечения. В зависимости от стадии заболевания, темпов роста опухоли и других факторов. А на этом слайде вы видите эти факторы. Лечение же может быть радикальным, палеотивным, хирургическим, комбинированным и, конечно же, комплексным, когда это возможно. Хирургическое лечение, конечно, остается в медицине, ведущим, по крайней мере, в данное время. Объем проводимых резекций может быть различен. Существует пять основных типов. Кому будет интересно, потом слайд на паузу поставьте и посмотрите. Не буду про это сейчас говорить. Есть случаи, когда действительно, к сожалению, приходится удалять большую часть ткани и лимфоузлов окружающих ткани. Ну а есть более-менее щадящие, сохраняющие часть ткани операции. Особенно после щадящих операций, локальных, органосохраняющих операций, во избежание внутригрудного метастазирования, больным показана лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы и зоны регионального возможного метастазирования. Существует лучевая терапия, которая позволяет снизить степень злокачественности первичной опухоли за счет гибели ее низкодифференцированных элементов. Позволяет уменьшить дальнейший опухолевый рост, уменьшает метастазирование и тем самым предупреждает возникновение ранних рецидивов. Это, конечно, не панацея, но иногда она нужна. Многие люди боятся применять лучевую терапию, химиотерапию. Скажу лишь, что если это будет действительно необходимо, то есть метод, при котором воздействия негативные уберутся практически полностью. То есть негативное, разрушительное воздействие иммунной системы не будет в этот период. Для этого необходимо применять грибные препараты Санхван и Трометас. Так, как я говорил об этом в моей лекции «Общие принципы лечения онкологии». Ссылка будет под этим видео в описании, разумеется, дана. Дальше информация для специалистов про дозы лучевой терапии и так далее. Химиотерапия, как правило, назначается всегда. Это метод системного лечения, имеющий очень сильное воздействие на опухолевые клетки во всех органах и тканях организма. Химиотерапия имеет важную роль в комплексном лечении рака молочной железы, причем во всех стадиях заболевания, так как даже при ранних стадиях заболевания очень велик риск существования отдельных микрометастазов, которые при обследованиях не будут изначально выявлены, тем более, когда существуют факторы риска. Именно поэтому медицины часто применяют химиотерапию. Еще раз подчеркну, что воздействие позитивной химиотерапии и лучевой терапии будет выше, а уничтожения иммунитета не будет вовсе, либо практически не будет при применении вместе с химиотерапией или лучевой терапией грибных препаратов Санхван и Трометас. Да, сразу скажу, что ссылки все на эти грибные препараты, на методы лечения, на самые важные видео, которые нужно изучить, чтобы понять эту тему полностью, будут даны вот под этим видео. Далее, гормонотерапия. Гормонотерапия имеет свои специфики, и она направлена на ликвидацию дисбаланса между двумя главными гормонами. Есть нюансы в постменопаузе, их надо учесть. Какие препараты в основном применяются для снижения уровня эстрогенов? Для определенной категории больных тут указаны. При запущенном раке молочной железы применяется химиотерапия в сочетании с гормонотерапией. И это основные методы лечения, которые позволяют продлить жизнь и улучшить ее качество. Хотя, конечно же, абсолютно не гарантируют, как это понятно, вполне излечение. На этом слайде дана информация про противорецидивный период лечения. Безусловно, опасны рецидивы. Считается, что одним из самых тяжелых последствий современной, стандартной терапии злокачественных новообразований является рецидив первичный или развитие вторичной злокачественной опухоли. Риск которого превышает таково в общей популяции в 10-20 раз. Но надо помнить, что канцерогенами являются многие противоопухолевые препараты, что вполне понятно. Разумеется, препараты цитостатики, убивающие клетку, убивают не только раковую клетку. Побочные эффекты, безусловно, есть. Но помните, о чем только недавно я говорил. Следующий слайд про нелимфоклеточные лейкозы. Про важность биологической иммунотерапии, чтобы снизить риск рецидивов. Продолжение этой темы на следующем слайде про токсикоз и важную роль противорецидивной биотерапии. Даны ссылки на научные работы. Ну а теперь переходим к третьей части данного видео и слайдов. Это лечение грибными препаратами. То есть мы говорим о науке фунготерапии. Науке, которая изучает лечебные свойства высших баздиальных грибов. Не путайте высшие грибы с грибками, микромицетами, то есть паразитическими, плесневыми, дрожжевыми и прочими грибками. Они в природе антагонисты. Определенные вещества в составе высших баздиальных грибов подавляют развитие низших грибков. И подавляют развитие опухолевых процессов у людей и у животных. Итак, про важность применения грибных препаратов при химио-лучевой терапии я сказал. Но про комплексное системное воздействие, в том числе противоопухолевое, противораковое, я сейчас скажу пару слов. Во многих высших грибах есть специфические полисахариды. Уже пример сегодня приводил про гриб Шитаки и полисахарид Лентинан. Важно здесь подчеркнуть, что при одновременном приеме грибных препаратов и применении, если она требуется, той же химиотерапии, при применении химиотерапии не будет мучительных для пациентов состояний. То есть тошноты, рвоты, слабости, будут меньше выпадать волосы и депрессий, можно сказать, не будет. Послушайте, пожалуйста, вот в этом видео один из ярких примеров я привел, по-моему, в самом начале этого видео. Видео «Общие принципы лечения онкологии». Вот как раз фунготерапия является методом биотерапии. Наряду с применением трав, кстати, они абсолютно совместимы. Я имею в виду грибные препараты и применение трав определенных. Другой вопрос, нужны ли травы, но это зависит от очень многих нюансов. Это лучше на консультации. Так вот, грибные препараты осуществляют, включают неспецифическую активацию противоракового иммунитета самого же человека. Обладают антипролиферативным действием. Фунготерапия существует уже тысячи лет. Об этом тоже я рассказывал в своих старых видео. В древней славянской культуре даже были центры по обучению, лечению и травами, и грибами. При добавлении к одному грибному препарату другого возникает явление синергизма, то есть усиливание эффекта друг друга. Такие комбинации существуют, они не бесконечны. Как правило, применяется три грибных препарата одновременно, иногда четыре и в редких случаях более. Разумеется, все они разносятся по времени приема, скажем, минут на 10-15 друг от друга. То есть не смешиваются вместе и никогда нигде не покупайте смеси двух-трех грибов уже в одной упаковке. Это категорически не допускается. Если вы хотите приобрести действительно качественные грибные препараты центра фунготерапии, то есть с качественного сертифицированного производства, которым занимаются и управляют биологи и медики, то по ссылке под этим видео на нашем сайте nadgar.ru вы сможете приобрести все эти препараты. Ссылка на этот раздел будет. Ну а теперь пару слов о так называемом маркерном курсе, изначальном, показательном для улучшения формулы крови, укреплении иммунитета. Как правило, применяется он первые 3-4 месяца, далее курс меняется. Общее лечение более года, обычно от года до полутора. Это веселка водорастворимая форма обязательно, так как она наиболее эффективная, поскольку полисахариды там даны, то есть лечебные вещества в гораздо более концентрированном, чем в капсулах или в масляной форме. Да, они дороже, но гораздо эффективнее. Итак, водорастворимая форма гриб веселки. Применяется по одному саше-пакету 2 раза в день, то есть на 1 месяц требуется 2 коробочки водорастворимой формы гриб веселка, скажем, за 30-35 минут до еды. Второй препарат это водорастворимая форма гриб шитаки по одному саше-пакету 2 раза в день, скажем, за 20 минут до еды. Таким образом, шитаке также, как и веселке, потребуется две коробочки водорастворимой формы на один месяц лечения. Третий препарат грипп рейши, и в зависимости от массы тела человека, скажем, если вес более 60-65 кг, то по две капсулы три раза в день применяется, скажем, минут за 10 до еды запивается водой. Это уже препарат в капсулах, и потому уйдет в данном случае три баночки на один месяц лечения. А если масса тела менее 60 кг, то по две капсулы два раза в день, значит на один месяц пойдет не три, а две баночки. Помимо этого, применяются свечи, веселка и свечи шитаки. Это в целом, в общем, есть свои особенности, нюансы. Возможно, конкретному человеку не нужно будет свечей в данный момент. Под этим видео будет и ссылка на индивидуальную консультацию, если вы ее захотите, она будет в самом низу списка. Очень часто при данном виде рака необходим другой грибной препарат дополнительно, это агарик. Агарик бразильский является, пожалуй, одним из самых сильных грибных препаратов. И применяется либо по две капсулы три раза в день, а это значит три баночки на месяц потребуются, или в саше-пакетах водорастворимая форма по одному саше-пакету два раза в день, то есть две коробочки в этом случае потребуются на один месяц. И если формула крови по анализам более-менее в порядке, то гриб рейши тогда не нужен, а остаются тогда веселка, шитаки и агарик. Вот общая схема лечения. Помните, что если вы начали применять грибные препараты, перерывы делать нежелательно, чтобы не сбить лечебный накопительный эффект. У грибных препаратов идет эффект накопления, то есть нельзя делать паузы, перерывы. Я рекомендую ввести дневник и записывать туда все, что вам кажется или то, что есть точно. Результаты анализов, отклонения от нормы, ощущения личные. Необходимо регулярно, а это врачи уже скажут, скажем, раз в два месяца или раз в три месяца, или каждый месяц необходимо будет вам сдавать анализы крови, онкомаркеры, делать, скажем, УЗИ и или КТ органов. Каждые три месяца, как правило, иногда четыре, меняются курсы фунготерапии. То есть когда один гриб, скажем, заменяется на другой, чтобы не потерять чувствительность, резистентность организма к тем или иным грибным препаратам. Вот еще совет, когда необходимо снизить уровень эстрогенов. Когда это необходимо, для подавления эстрогенной функции надпочечников применяют кортикостероиды. Конечно, это все очень плохо, но иногда это, к сожалению, необходимо. Еще раз повторю, что все грибные препараты приобрести, как и важные приборы, продукты. Вы можете на нашем сайте nadgar.ru, и, естественно, мы отправляем эти продукты, товары, грибные препараты в любые города России, стран СНГ и любые страны мира. Хоть Канада, хоть Австралия, хоть США, хоть Новая Зеландия, неважно. Внимательно изучите раздел на нашем сайте «Доставка и оплата», оформляйте заказ, и с вами свяжется менеджер. Какие-то нюансы пишите в комментарии к заказу. Да, чуть не забыл сказать. Учтите важность водородной воды с отрицательным ОВП. Это два в одном. Не один показатель, два. У меня есть много видео на моем канале о этой воде. Что это такое? Что за свойства биохимические? Что это за персональные генераторы водорода и свободных электронов? Какая была вода по этим показателям в тех центрах долгожительства, которые существовали еще до недавнего прошлого на нашей планете? Сейчас уже остались последние долгодоживатели. Но вода – основа основ. И эти физико-химические свойства самые важные. Последние годы я рекомендую всем почитать книгу доктора Гарбузова «Ёны водорода лечат рак». Но обязательно, непременно, посмотрите мое хотя бы вот это видео про эту самую водородную воду с отрицательным ОВП. Это процентов 20-30 к успеху. Только один этот показатель, один фактор. Каждый процент к успеху жизненно важен. А здесь не один процент. Учитывать надо, помните, все факторы. А этот один из наиважнейших. И так все поймете, посмотрев это видео, которое я вам рекомендую посмотреть. А далее под ним, если захотите, посмотрите другие мои видео на эту тему. Прибор лучший в мире персональный генератор водорода и свободных электронов, а главное безопасный, так как при генерации водорода через протонообменные мембраны в воду не выделяются никакие ионы тяжелых металлов, в отличие от практически любых иных генераторов, где эти мембраны либо электролизные блоки не покрыты многослойной платиной. Единственный металл, который при электролизе не выделяет атомы себя в воду, это платина. И только это обуславливает стоимость данного прибора. Иначе это страшно опасно. И так под видео будет ссылка и на этот прибор. Очень важные нюансы питания. Ведь одно другое не исключает. А напротив, если вы хотите максимально положительный эффект, нужно учитывать и корректировать образ жизни. Питание. Убрать обязательно из рациона все сладкое. Не потреблять сахара, то есть глюкозы, фруктозы, сахарозы, находящиеся в любых продуктах, более 25 грамм в день из всех продуктов, потребляемых вами в этот день. Посмотрите мое видео «Инсулинорезистентность. Кетопитание и веганская кетодиета». Те видео об онкологии, о которых я уже говорил. Видео «А что же тогда есть?» Эти и другие мои видео вам помогут все осознать и принять вами правильное для себя решение. Напишите, какие видео мне стоит еще сделать. Может быть, разобрать какие-то другие формы онкологии. Ну и напоследок скажу, что только комплексный, системный подход даст максимальный результат. Поймите, очень многие факторы в наши дни действуют на каждого человека. Негативно факторы, которых не было еще, скажем, 20-30 лет назад, не говоря уж о 50-и столетней давности. Онкогенных факторов сейчас больше, чем было у наших с вами предков. Онкология была всегда, и сто и более лет назад, но была крайне редка и была в основном в аристократических сообществах, а не у простых крестьян. Потому что пища, образ жизни очень важны и играют ключевую роль в профилактике, в том числе онкологии. А еда от пуза, безделие, отсутствие движений, донатурированная вареная и жареная пища, особенно мясная, это все факторы, провоцирующие развитие онкологии. В моем видео «Девять причин болезней» вы поймете все это более детально. Это видео длинное, но стоит его посмотреть, и вы потом не пожалеете, что потратили это время на данное видео. А вообще, дорогие товарищи, на нашем сайте вы найдете самые лучшие натуральные, эффективные и безопасные препараты, продукты и приборы для здоровья. Кому дорого свое здоровье, у кого есть возможности, разумеется, приобретайте наши продукты, товары. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.